В Брестской области 65 выпускников не доехали до распределения. Очереди на белорусско-польской границе ставят новые рекорды. Белорусского посла в Казахстане вызвали на ковер после интервью Лукашенко, а 12-летний белорус подписал контракт с мадридским Реалом. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий, если для вас это безопасно. Ну а мы начинаем. Но начнем мы, пожалуй, с новости о том, что в Брестской области 65 выпускников не доехали до распределения и получили иски на 620 тысяч белорусских рублей. Как стало известно, в некоторых случаях выпускники не явились на работу по распределению или начали работать, но их уволили за прогул. Так, например, одного студента БГАТУ распределили на агропредприятие Свислочского района. Однако парень не приехал и ему насчитали 41 тысячу рублей к возврату. Напомню, Министерство образования ранее заявило, что распределение в Беларуси должны проходить не только бюджетники, но теперь и платники. Однако пока что эту идею не воплотили в реальность. 12-летний белорус подписал контракт с мадридским Реалом. Таким образом, Алексей Майоров стал первым белорусом в истории Реала. В прошлом сезоне юный футболист забил 59 голов, сыграв в 22 матчах. Теперь белорус будет выступать за одну из команд Академии Мадридцев. Очередь на белорусско-польской границе ставит новые рекорды. Вчера около 500 автомобилей и 100 автобусов ждало выезд из Бреста в Тересполь. Прохождение границы, по словам очевидцев, в последние сутки занимает около 15 часов на автомобиле и 10 часов на автобусе. Белорусского посла в Казахстане вызвали на ковер после интервью Лукашенко. В интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. И упомянул в этом Казахстан. По мнению нелегитимного, Казахстан дистанцировался от России после ее вторжения в Украину. Министр иностранных дел Казахстана, в свою очередь, разъяснил белорусскому послу, что страна проводит миролюбивую внешнюю политику в соответствии с уставом ООН и убеждена, что разногласия должны решаться только дипломатическими путями. А вот зе-пропагандисты не теряют момента и уже называют Лукашенко инициатором конфликтов в УДКБ, которые ставят организацию на грани распуска. Россиянка пожаловалась на то, что в Беларуси выросли цены и невозможно снять жилье. А вот причина, по которой нельзя это сделать, это наплыв самих россиян. Квартиры все заняты. До конца августа ничего не снять. Мы были вот пару недель назад в июле, вообще нет никаких квартир. На посудочную нереальному. Отели все заняты. Какой-то наплыв просто, я не знаю, беженцы или как называть россияне, которые массово все сняли в Беларуси, ценно выросли. Вдобавок к этому, за действия с криптовалютой их вызвали еще и в милицию. Ну а у вас, дорогие зрители, которые смотрят нас из Беларуси, я хотел бы спросить, чувствуете ли вы вообще подорожание цен в магазинах и приток россиян? Обязательно пишите в комментариях. Ну и напоследок, Литва открыла парк контрмобильности на границе с Беларусью. Как стало известно, в парке представлены различные элементы препятствия и блокирования дорог, такие как зубы дракона, противотанковые ежи, испанские лошади и многое другое. Объекты предназначены для укрепления границы на случай возможной агрессии. Так, с 1 апреля 2025 года Литва планирует установить 27 таких парков контрмобильности в нескольких местах, расположенных на границе с Беларусью и Калининградской областью России. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий, естественно, если для вас это безопасно. Слава Украине! Живее Беларусь! Слава Украине!